здравствуйте друзья сегодня мы с анастасией вас приветствуем сегодня снимаем ченнелинг по вашим просьбам давно вы просили и будет называться первое откровение инсайдера ченнелинг 24 числа 9 сентября 2005 года на форуме goodlike production.com некто называешь себя инсайдер утверждал что он принадлежит родовой линии который правит миром и обещал ответить на любые вопросы вот сегодня будем его изречение проверять и так зачем инсайдер решил ответить на вопросы просветить людей это никак никакой не родственник этих людей это очень высоко но это человек обладающий некоторой информации но это лишь верху верхушка айсберга из всего что там происходит и из того что можно рассказать но у этого человека получилось получить некоторую информацию и он хотел таким способом поделиться им с людьми потому что они бы поверили больше человеку родственнику который просто соизверил открытым правду нежели просто проходящему человеку который узнал правду и пытается передать но он до сих пор в этих структурах работают на все ли вопросы он отвечал честно или намеренно где-то лгал тут не лгал будет правильнее а не имел достоверную информацию да были некоторые моменты это обычный человек сколько лет наши планеты управляют подобным образом вот эти вот правящие круги которые вот сегодня существуют они управляют практически самого начала вот может не всеми но так глобально около там двух тысяч лет хорошо до того как они глобально стали управлять планеты как управляла с кем в сущностями полностью там переложили на людей на других ответственность да те трое главных которые нами управляют и инсайдер между ними есть слои иерархии или вообще не общаются друг с другом напрямую нет напрямую конечно же не общаются но связь между ними происходило не один раз через посредники через посредники конечно как они пришли к власти через захват или им разрешили создавать ну не знаю планеты или как правильно сказать такие планеты я когда создать планеты ну это вопрос от людей как бы я понимаю что это не очень правильный вопрос у них была программа и там произошли некоторые вещи некоторые ситуации которые ну дала им возможность справить просто открыли двери для них вот но они довольно таки хорошо справляются вот эти инсайдеры которые дают информацию они могут проводить ченнелинги как-то с сущностями связываться или не обладают такими способностями нет это люди которые конечно же развиваются духовно и многие другие вещи делают и хорошие и плохие конечно же вот но они никакие не проведут поэтому не люди обладающим каким-то особым даром видением гены дают много преимуществ способностям человека как-то связаны они друг с другом гены? гены нет это просто за физику отвечают да элитные семи веками чтобы сохранить чистые гены которые прибегали к инцесту ну то есть между собой скрещивались братика да да прибегали и очень часто по большей части это просто есть завакуумирована частица одного человека издобно которая с помощью ЭКО внедряется женское тело на основном так и что по идее эти люди должны часто болеть из-за того, что нам проходит уже несколько поколений нет такого что не рождается какими-то отклонениями обычно, когда происходит ребенок же рождается с деформацией, какими-то отклонениями и собственно из-за того, что остатки завакуумированные идут издево то нету таких ритуалы имеют важное значение в их жизни что-что, ритуалы? ритуалы, да чего? ну вот они же проводят ритуалы те, кто нами управляют ну, как сказать проводят, да это присутствуют но это никак не делается это лишь для наполнения энергии для защиты то есть это нормальный ритуал обычный даже обычные люди могут это делать но это очень старый такой способ защиты себя то есть у нас есть более современный способ прописывания в программу да а у них до сих пор вот эти вот масонские собрания где-то в подвале там какого-то исторического здания там с свечками, курами чем-то еще ну по-разному раньше так делали защиту все остальное сейчас по-рубому много ли эти люди кармы нарабатывают которые вот нами управляют ну как и нарабатывают так и отрабатывают да будут ли еще откровения инсайдера в будущем планируется ли ближайшие 12 лет будет важная информация через 12 лет очень и возможно перебород в разных странах о каких строгих правилах говорит инсайдер что ж да ну о каких строгих правилах говорит инсайдер вопрос да и общее направление логику примеры земля тюрьма и даже хуже те кто думает не так никогда не выберутся инструменты для того чтобы выбраться в ваших руках вокруг вас везде можно сказать что они даже добыты изнутри нас ну это то что Латон говорит цитата земля тюрьма или нет это лишь мысли то есть если относиться к ней как к тюрьме она и будет тюрьмой если думаю так а если относиться к возможности набора нового опыта и принципа развития всего себя и окружающего то это не будет никогда тюрьмой это просто будет ваше развитие ваше опыт набранное да в принципе это в принципе это работает и в обычной жизни то есть ну как вы относитесь к чему-то так оно у вас и получаться будет и такие эмоции оно будет приносить вам хорошо дальше это очень важно ну да это все понятно это ваш долг открыть их для себя самого и потом делайте с ними что хотите да инструменты у каждого в своих руках он имеет ввиду но знайте что вы с собой представляете как вы здесь оказались почему вы пришли сюда как вернуться и вы выполняете большую часть долга перед самим собой после этого ваши задачи будут жить в соответствии с божественным законом который откроется вам после этого этапа задача каждой души состоит в том чтобы завершить это за это время пока она находится в человеческом теле одной из частей является то что можно назвать выход за границей материального мира за которым следует переход на новый уровень а в случае неудачи реинкарнация ну немножко замешал мне кажется все да в кучу ну да да то есть обо всем по чуть-чуть что могу сказать ну мы это много раз разбирали как бы я даже не знаю нет смысла это комментировать почему инсандер так негативно говорит о земле не все его слова доносит доносит то что он чувствует то что он во что действительно верит помимо всего этого есть еще люди которые окружают его которые меняют тоже эти моменты то есть некоторые слова выражения что-то еще то есть управляют им грубо говоря о чем он говорит многие раза он не говорит это потому что он так хочет он говорит потому что ему приходится вот то есть для него земля не такое уж негативное место почему он говорит что мы перерождаем себя на земле вновь и вновь пока не достигнем божественного закона или не постигнем божественный закон ну мы не рождаемся на земле профиль на разном но почему он говорит это лишь информация которая у него есть то что он знает то он не передает но в любом случае да мы не перестаем перерождаться реинкарнироваться до тех пор пока не становимся единым целым совсем пока не развиваются до пика доходим и все ну тут вопрос что значит выход за границы материального мира но это наверное то что мы с тобой рассказываем постоянно что нужно душевно развиваться выполнять свою программу правильно само собой конечно сколько людям в день на земле открывается божественный закон в виде чего он открывается в виде мысли или как нет такого божественного закона ну наверное инсайдер называется божественным законом мы его называем наверное как правильно сказать понимание космических вещей к которым люди стремятся как бы да истина может быть прикасание к истине прикасание к истине не происходит не обязательно происходит ежедневно каждый человек по-разному нужно ответить на такой обобщенный вопрос кого как но в любом случае в какой-то период жизни в какое воплощение это приходит это понимание всего куда нужно двигаться заниматься и большая часть людей которые находятся в данном моменте на нашем канале смотрят данное видео в их числе то есть ну к вам приходит понимание вы начинаете заниматься и двигать себя вперед ну здесь смотрю да много вопросов написано про божественный закон там как достичь него что такое божественный закон кем он придуман божественный закон нету такого именно закона есть ну хотя можно взять развитие описание этого закона то есть ваше развитие поможет вам достичь этого то есть это есть тот закон который нужно сделать для того чтобы достичь но достичь мы много раз рассказывали как это все устроено есть и видео что, ну, как все устроено, все мы не можем рассказать, но как частица развития нашего и всего происходящего устроена. То, что мы развиваемся от определенного момента, пока мы не доходим до момента, когда мы становимся просто всем. То есть и цветком, который у вас на подоконнике стоит, и с собой, и с соседом, и с собакой на улице гуляющей, в принципе, всем воздухом, лучом света, энергии просто все. Ну, можно сказать, что про все космические законы, наверное, да, не про божественные законы, а все космические основные законы, да, познания. Можно и так, конечно, сказать, да, но просто развитие будет правильнее всего. Добро не подогнал. Всякий раз, когда вы говорите или испытываете любые сильные эмоции, негатив, замышляете недобро, лжете, поддержите идею убийства, приходите в сексуальное возбуждение, испытываете страх, завидуете, даже громко смеетесь, становитесь излишне веселыми, испытываете все, что связано с эмоциями, страхами, желанием. Злонамеренные существа появляются возле вас. Одно, два, три или более. Злонамеренные существа принадлежат этому миру. Это их дом. Вы не можете их ненавидеть, потому что они выполняют свою задачу, свой долг, и все это связано с вашим поведением. Поймите, что их действие это реакция на нарушение вами закона. Они никогда не провоцируют вас на такие нарушения. Если вы же ненавидите их, то вы не замечаете важную часть реальности. Их необходимо в какой-то мере уважать. Это также покажет, что вы осведомлены о них. И это факт будет учтен. Я пишу «злонамеренные» в кавычках, поскольку они не злонамеренные, они только представляются вам таковыми. Через восприятие, которое вы создали, люди являются нарушителем закона, в котором играет роль жертвы. Никакое не нарушение закона испытывается. Это все опыта, но в существе того, что появляется вокруг, это описывается просто то, как он это увидел. Но по сути это просто каналы, которые расставлены практически везде. То есть когда человек выплескивает любую энергию, пусть это будет страх, либо счастье, то эти каналы просто впитывают себя. Эту энергию потом перерабатывается, дальше скачивается. То есть идет просто переработка всего этого. А он увидел все это, ну как сущности, видя их. Что делают эти сущности с нами, когда мы негативные и сильные эмоции излучаем? Ну, это, я только что объяснила, что это просто каналы энергии, это не сущности, это просто как человек увидел. Это, ну, живое что-то, но это не сущности. Это только темные могут придумать вот этих сущностей, которые скачивают энергию, правильно? Да. С помощью рун можно как-то ослабить эмоции или работу по этим, ну, как бы связанной с этими эмоциями? Нет. Нельзя никак не хугать, не чтобы с нас поменялись. Это просто, это энергия просто, но вы ее в любом случае будете выплескивать, а смысла нету там, убегать от этого. Ну, то есть те сущности, которые существуют, это только темные могут которых создавать, правильно? Или все-таки есть, которые сами люди? Не обязательно, но есть и сущности, которые создают такие уроки. А вот есть люди, мы, по-моему, один раз говорили, что люди могут создать определенных сущностей, и они у себя рядом будут ее там выращивать, думать о ней и так далее. Это что за сущности такие? Это, ну, лучше, как сказать. Можно сказать, что это как ангел-хранитель, но это... Они особо в нашей жизни не делают ничего такого хорошего. Просто, ну, человеку будет легче становится от того, что оно вам там есть. Ну, это воображаемые друзья, так называемое. Которое они настолько уже выделяют энергетике, что оно становится таким комком живого что-то. Не обязательно зашает. Просто доводник-помощник. Ну, эти инсайдеры, о которых мы сейчас говорим, какую-то информацию людям дают, они как-то имеют какие-то большие миссии на Земле? Что-то должны сделать там, или как? Конечно, если они здесь есть, то это не просто так. Ничего просто так не происходит. Вот тут тоже такое. Вы должны забыть все то, что узнали на Земле, и вспомнить то, что было до этого. Это случается в любом случае просто, как мы умираем. А вспомнить просто в своей прошлой жизни, ну, не всем дается, но бывает. Но не должны. Короче, инсайдер немного понимает, как я понял. Ну, и почему? Информация есть, но она просто не настолько достоверна. Ну, то есть, вроде бы, больше философии, красивых слов каких-то там, да, и люди больше запутаются. Я сам, честно говоря, ну, вот это все читаю, и начинаешь понимать, что человек плавает, конечно, на самом деле, очень сильно. Хорошо, ладно. В принципе, мы более-менее разобрались в некоторых моментах. Я думаю, что всем вам будет понятно, что, на самом деле, истинная информация, она получается только из ченнелингов. Вот, а те люди, которые даже у власти находятся, они далеко не все знают и не все понимают. Может быть, только самые-самые наверху там самые какие-то там, вот эти три, которые, может, знают, но остальные, как бы, понимают только то, что на планете происходит, какие-то планы. Они просто знают старую информацию. Да, ну, они консерваторы, как понимаю, живут по старой информации, используют ритуалы старые, какие-то мантры, не знаю, книги, а это уже все слабо работает. Хорошо, я думаю, что немножко приоткрыли ситуацию. Благодарим за внимание. Успехов вам. Увидимся в новых видео. Все доброе. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok